Завершающее заседание, как и открытие форума, начинается с молитвы. Развитие отношений России и стран УИС направлено во благо мирового населения и достижение устойчивого глобального роста. Это в своем приветствии участникам форума подчеркнул Владимир Путин. Обращение зачитал Марат Хуснулин. Нас объединяет приверженность формированию более справедливого, многополярного мироустройства, опирающегося на международное право. Сегодня исламские страны активно развиваются, добиваются ощутимых достижений в торговле и финансовой сфере, в инновациях и научно-прикладных исследованиях. Россия открыта для самого широкого делового и гуманитарного сотрудничества с ними. Как отметили на заседании, страны исламского мира играют все более важную роль в мировой повестке и экономике. Мусульманская умма России – это более 20 миллионов человек. Татарстан, в том числе, благодаря Казан-форуму, стал проводником России в большой исламский мир. Это в своем выступлении отметил Рустам Мениханов и поблагодарил всех организаторов и участников. В этом отношении Казан-форум уникален. Вот уже 14 лет здесь происходит интеграция представителей международных организаций, органов государственной власти, финансовых институтов, дипломатических представителей, парламентариев, ведущих инвесторов, топ-менеджеров российских и зарубежных компаний. Только вместе и в условиях доверительного отношения и взаимного уважения мы сможем справиться с вызовами нового времени и решить все задачи, которые ставит перед нами современность. Сейчас торговый оборот России и стран-организаций исламского сотрудничества – более 100 миллиардов долларов. Как отмечает руководство ОИС, это далеко не предел, и Казан-форум должен способствовать активизации контактов. Я подтверждаю, Казан-форум – доказательство прочных деловых связей между Россией и ОИС. Данный форум – великолепная возможность расширить экономическое сотрудничество между Россией и исламскими странами. Особо значимыми итогами форума стали активизация работы по созданию транспортного коридора «Север-Юг», а также расширение контактов и опыта в индустрии халяль. Как подытожили, Казан-форум оправдал и даже превзошел ожидания. Я хотел бы, конечно, тоже присоединиться к Адрине Рымовичу и поблагодарить Мурашев Казановичу и Руслану Галевичу за великолепную организацию этого форума и за возможность выступить, и за возможность обмениваться мнениями с коллегами и доносить нашу точку зрения. Большое спасибо Казани, Руслану Галевичу большое спасибо. Мы приехали и провели ту работу, которую могли бы несколько месяцев или полгода проводить, еще договариваться. А здесь все в одном месте. Очень эффективно. Ну и помимо стендов, на стенде постоянные люди. Много контрактов, кстати, заключили и продаж много было. На этом деловая программа Казан-форума завершена. Предстоящие два дня участников экскурсии по Казани на остров Градсвияжский в древний город Болгар, где в воскресенье состоится из Ге-Болгар-Жене. Дмитрий Айрин, Адельмин Дубаев, ТНВ, Казань.